Привет! Сегодня я расскажу тебе, как сделать текст по форме объекта. Он будет как снаружи, так и внутри. Я покажу на трёх вариантах, а ты уже для себя выберешь, какой вариант тебе больше подходит. Обязательно посмотри видео до конца, не забудь подписаться, написать комментарий и поставить лайк. Первый пример. У меня есть фотография, и мне нужно расположить на ней текст так, чтобы он не заходил за объекты, которые лежат на тарелке, и соответственно саму тарелку. Перед началом работы я заблокирую слой с этим рисунком, чтобы он нам не мешал работать, не двигался и никак нас не отвлекал. Теперь беру инструмент перо и делаю контур вокруг объектов, за который текст не должен заходить. Отступая определённое расстояние, я делаю это немножко кривовато, потому что я показываю пример, а уже в своей работе ты будешь это делать более детально, тщательно. Меняю его на обводку, и вот что у меня получилось. Теперь наношу текст. Беру инструмент текст и создаю область, в которой будет находиться текст. Вот так. Иллюстратор выдал шаблонный текст, который я менять не буду. Суть сейчас не в этом. Дальше. Выбираю мой контур, который я сделал вокруг объектов. Захожу в объекты. Обтекание текстом. Создать. Что я вижу? У меня вокруг контура появился ещё один контур. Но для чего он нужен? И следующее. Здесь последовательность может быть любая. Либо я сначала делаю обводку объекта вокруг которого я хочу, чтобы текст находился. И потом вставляю область текстом. Либо я сначала вставляю область текстом, а потом уже делаю обводку. Но вот именно в этот момент это играет большую роль. То есть сейчас я сделал все манипуляции для того, чтобы текст обтекал объект. Но этого не произошло. Почему? Потому что я сделал первую обводку, и она находится у меня ниже в слоях, чем текст. Поэтому просто я передвигаю его наверх. И всё готово. Теперь текст обтекает объект, который я выделил. И разберёмся в следующем. Почему же у нас появился вот ещё один такой контур. А этот контур показывает то, где будет заканчиваться текст. То есть в это место он упирается и переходит на следующую строчку. Его можно поменять. Мы выделяем наш объект, объекты, обтекание текстом и параметры обтекания текстом. Появилось вот такое окошко, где написаны отступы и параметр. И здесь мы уже делаем отступ либо больше, либо меньше. И ты видишь, как всё меняется. Можно сделать его ровно по тому контуру, который мы рисовали. Вот так. Вот что у нас получилось. И теперь уберём тот контур, который мы нарисовали. Выделяем его, заходим в обводку и в толщине контура вставим на 0. Всё. Мы добились того результата, который хотели. Текст нанесён на фотографию и обтекает наш объект. Текст можно редактировать. Нажимаем на него и меняем. Либо делаем его больше, либо меньше. Но это уже зависит от того, какой результат ты хочешь получить. Вот такой вот у нас первый пример получился. Переходим ко второму. Второй пример. Вот такая вот зажигалка у меня заготовлена и мне нужно сделать так, чтобы текст находился вокруг неё. Сделаю две колонки текста. Выбираю инструмент текст. Рисую одну колонку. Изменю размер шрифта. Вот такой вот. И копирую и вставляю. Делаю вторую колонку. Теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас был контур этой зажигалки. Мы её копируем. CTRL-C, CTRL-F вставляем. Объединяем всё, что есть. Вот она стала у нас одним составным контуром. И меняем заливку на обводку. Всё. У нас обводка есть. Теперь что мы делаем. Теперь выделяем этот слой. Он у меня уже выделен. Заходим в объекты. Обтекание текстом. Создать. Вот опять мы видим контур, который создался вокруг объекта. Это как раз то место, куда будет упираться. То есть, куда будет упираться, заканчиваться текст в левой колонке и откуда будет начинаться текст в правой колонке. Опять ничего не происходит. Текст находится как и находился на том же месте. И мы вспоминаем о том, что наш контур находится ниже блоков с текстом. Поэтому в слоях поднимаем его вверх. И всё получилось. Текст теперь обтекает нашу зажигалку. Она встроилась довольно таки красиво и интересно. Что здесь можно сделать? Опять же, выделяем наш слой. Объект. Обтекание текстом. Параметры обтекания текстом. И можно сделать отступы больше или меньше. Получилось интересно. И давайте сделаем третий пример. Вот у меня есть такая Африка. И я размещу текст внутри. Это можно сделать двумя примерами. Поэтому копирую и вставляю. Размещаю вот так друг с другом. Дальше выделяю два объекта и с заливки перевожу на обводку. Вот так. Следующее. Самый легкий способ. Это берешь инструмент текст. Наводишь курсор на контур. Появляется вот такой круглый значок. И нажимаешь левой кнопкой мыши. Готово. Текст находится внутри объекта. И дальше с ним можешь какие-то производить манипуляции. Если заходишь в редактирование текста. Можешь его сделать меньше, больше и так далее. И второй способ. Первый инструмент текст. Создаю окно с текстом. В принципе он тот же самый, как и первый второй пример. Теперь нахожу в слоях контур Африки. Захожу в объекты. Обтекание текстом. Создать. Опять мы видим появился контур. Но слой находится ниже нашего текста. Переносим его наверх. Вот что у нас получилось. Это как в первом, втором примере. Но дальше заходим опять в объекты. Обтекание текстом. Параметр обтекания текстом. И вот здесь у нас есть инвертировать обтекание. Нажимаем и наш текст получается внутри объекта. Почему текст находится за объектом? Потому что сам объект меньше, чем поле с текстом. К примеру, вот сейчас мы видим квадрат объекта. И вот здесь мы видим квадрат самого текста. Снимаем выделение. Выделяя текст. И делаю его чуть меньше. Примерно размером такого же, как объект. И все. Текст теперь находится внутри. Данный способ хорош тем, что мы можем здесь изменить отступы. Выбираем материк Африки. Объект. Обтекание текстом параметры. И здесь мы меняем сами отступы. То есть сделаем их больше, чтобы они внутрь уходили. Меньше. Или вообще, чтобы они выступали за объект. Ну, сделаем чуть меньше объекта. Готово. Мы видим, что здесь у нас остается контур Африки. И также можем его убрать. Выделяем слой. Заходим в обводку. И убираем толщину. Все. Вот такие два способа поместить текст внутрь объекта. Ну вот в принципе, что я и хотел сказать. Надеюсь видео тебе понравилось. Кстати, а ты знал, что если подпишешься на канал, напишешь комментарий, поставишь лайк, ты очень сильно поможешь в продвижении канала. Его увидят больше людей, а соответственно больше людей научатся. Научатся новым эффектам, научатся стилям рисования и так далее. Также это мотивирует меня снимать новые интересные ролики. Так что не забудь подписаться, написать комментарий и поставить лайк. И еще не забудь посмотреть остальные видео. И до новых встреч. Пока.